хотите покажу как из обычного гипса можно сделать шикарный декоративный элемент для дома гипсовую рамку раскрашенную под металл а в конце покажу как еще можно использовать такой декор чтобы сделать рамку из гипса мне понадобится скульптурный гипс клей пластификатор силиконовая рамка мыло и вода пластификатор используют для того чтобы изделия были более крепки и он бывает в виде порошка или виде клея смотрю на этикетке как разводить гипс с водой у меня это два к одному насыпаю немного гипса в другую емкость два раза меньше воды воду отливаю и заполняю нужное количество пластификатором его добавляет около 30 процентов от объема воды все тщательно размешиваю и и А еще я подготовлю форму. У многих мастеров по гипсу встречала совет, чтобы изделие получилось без пузырьков, нужно окунуть форму в воду с мыльным раствором. И я решила попробовать сделать то же самое. Положила форму на подложку, чтобы можно было ее двигать. И залила гипс. Оставшийся гипс вылила в формочки-личики. Дальше стала трясти подставку в течение минуты, чтобы вышли пузырьки. Через час вытащила изделие из формы. Получилось очень аккуратно, виден каждый цветочек и завиток. И практически без высохших пузырьков. И сейчас гляну, что же получилось с личиками. Увы, на первом личике дефект в районе губы. А вот второе получилось идеальным. Края рамки я зашкурила наждачной бумагой и отложила до полного высыхания. Крашивать рамки я решила на следующий день. И кстати, я сделала две детали. Одну форму окунала в мыльную воду. Вторую форму не окунала в воду. И они оказались одинаковыми. Поэтому в моем случае это было бесполезное действие. Далее приступила к окраске. Вначале я покрасила рамки коричневым цветом. Нанесла два слоя. Когда краска подсохла, нанесла поверх краски акриловый лак. И оставила до полного высыхания. На подсохший лак я буду наносить два цвета краски. Грязный салатовый и голубой. Вначале нанесла салатовый. Окрашивала небольшой участок рамки и вытирала тряпочкой. Можно слегка смачивать водой. Следующим слоем я нанесла голубой цвет, который также стирала тряпкой. Увы, этот процесс практически не записался. Последним слоем у меня будет золотой и бронзовый воск. Наносила его пальцем по верхушкам, выделяя выступающие места. У меня рамочка планируется с мягким центром. Для этого я вырезала несколько слоев синтепона и небольшой отрезок бархата. Подготовила картон. Синтепон приклеила по центру, бархат по краю синтепона. И вот такая рамочка у меня получилась. А сейчас я покажу, для каких же целей я ее создавала. Так как моя основная деятельность это создание украшений, то мне их хочется видеть везде и на всем. Поэтому, когда в голову пришла идея отлить рамку из гипса, сразу решила использовать ее как панно под броши. Надеюсь, идея вам понравится и кто-то решит повторить ее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!